друзья у меня есть отдельный ролик по поводу этого узла давайте продемонстрирую его здесь прямо ну и ссылочку на него на это видео где я в домашних условиях показывают этот узел я добавлю в описании так что проходите по ссылке посмотрите узел очень простой для вязания толстого флюрокарбона чтобы не использовать не обжимные трубочки ничего в данном случае вот это флюрокарбон 057 то бишь делаем обычный узел самый обычный да вот сделали и вот сюда вот отгибающую цвету вставляем этот вот хвостик получается такая вот своеобразная восьмерочка смачиваем ее и затягиваем затягивать необходимо до щелчка не очень удобно по 2 на воблере это все конечно гораздо лучше будет либо щелчок либо такой щелк все и узелок готов этот узел один из самых крепких никогда меня еще не подводил подходит вплоть до миллиметрового флюрокарбона так что возьмите на вооружение друзья обратите внимание какой интересный ход и рыба на нем смотрите друзья вот е-мое смотришь вот палка куда-то куда-то не метров 40 Идем на дно, да? где что но ветровая ну сейчас посмотрим выше сейчас пройдем да посмотрим что нет это что мы достали и крупной особи огурок мясце сальто витамин цели прикусить стали на чуку наверно отпускать фрикционно через подожди приятного аппетита друзья еще нормальный грамм 700 под 700 он будет до приятного друзья аппетит еще раз матвеич с открытием сезона братишка вон так вот я поклевку видел четко я видел только тын четкий такой загибчик по поле поклевая была вот эти места . нашел передстанем настройку но все хорошо красавчик непонятно короче вот эти места выдачи под мелочи да короче сильно вправо туда не кидай нихуя себе у меня плетенка в руках осталось прикинь сгнил шнур нахал да он оторвался в руках не покупать всякой говно хорош вот это меня в сухую они поменьше веков до дому духа так где мои чабураторы так десять грамм да да ты задолбал ох ты двушка хорош возьмешь вообще отлично джедай все, не расстраивайся, все будет хорошо давай щелкнем сейчас мне кажется эту точку правильно было бы облавливать если бы мы выше стояли тебе так не кажется? давай попробуем еще здесь пока стоять я плавненько буду я так буду шить фактическое облачение я буду шить фактическое облачение фактическое облачение фактическое облачение сейчас я вот перекинул? да на выбросе через веточку это все джета доволен я же до этого я так сильно и не разловил только пару окуней словил знаешь не так все сейчас чувствуется как и поклевки четкие ну палка под джек заряженная отлично ребят часто спрашивают тема посоветую палку под джек вот Palms джета стоимость там в районе ну сотки долларов плюс-минус там 20 баксов если новая там в районе 130 наверное может 120 вот палка просто отлично именно под джек идеально просто имеет мощный хребет мощный комель и очень живую вершинку у тебя какая до 16 которая да да но там запас мощности поэтому та которая до 16 вот у матвея которая в руках я на самом деле можно грузить 22 грамма наверно по свинцу плюс 4 дюймовая приманка то бишь это вот ее разумный такой верх ну и не за то бишь вот 0 8 апгрейд наверно стоит или 0 вот на 0 8 нитке она адекватно работает с 6-7 грамм поэтому честно была бы такая в кастинге я бы взял по себе ну вон туда не кидали вон там вон там да вот попробовать что бы там кинул бы 5-10 раз да и поплыл бы дальше потому что не почувствовал ничего твердого для каждого водоема свой подход ну вот по прямой ай сучка ну вот прям под лодкой ну на спиральки даже с него смотри зуб ну вот он поперек атаковал смотри раз-два причем размах клыков хороший не ефсик звонил нет есть такая еле-еле поклевочка маленький может и не совсем маленький может не плохой по берегу поролончик друзей нужна твоя помощь ну я в том плане с фоткой пожалуйста вот телефон в пиявках там камера огонь что Может будет и брать, только у меня есть. Если что, у меня есть ещё. Давай, потом иди поднимай, да? Домой. Попробуем. Еле-еле. Еле-еле. Очень аккуратно. Да. У меня повис просто. Я ел-вел-вел. Но даже не подсекал тоже. Да, не подсекал. Не подсекал. Блин, там хоть стель стоит. Эти недели уже ушла. Ну вот подо мной есть беляк. Вот я жду и выхода. Где-то вот сейчас в это время должен выход начать. Именно хорошего судака, да? Да, именно хорошего. Здесь уже поклёвки такие, чтобы он спинник вырывает. С молотком под наковальником. Да. То бишь есть резон стать. Попробуй. Ну вот дальше. А словил он что? Не знаю. Я не знаю. Друзья, есть судачок. Хорошо ударил. Горизонтально если снимаешь. Не так горизонтально. Горизонтально если не вырываетесь в пиво. Горизонтно. Где можно было? Горизонтально если не вырываетесь. Вот тут больше. И ложка. Тут больше. Какая ложка. Видишь, с подходом. Он сейчас и там подойдет, мы там сухо уже не ловим, минут 40 не ловим даже больше. Больше. Тут тоже должен подниматься. Ничего себе. Пятидюймовый бакси и окунек. Хороший бакси. Хороший бакси. Оооо. Это вообще. Что у него бакси? Сойдет нахуй. Не посиди. Давай, давай. Нормально? Ты что за дружка нахуй? Не рыкай. Ха-ха. Ох ты ж. Вы что, зараз лодку проколите? Старина, это уже точно глупо. Больше даже. Что получается, можно туда убирать? Ага, красавчик. Это где-то 2 200 где-то, наверно. Ай, ну круто. Вообще отлично. Сейчас бег у меня, да? Ну ты понял что работает. Ну Тёмка поставил, только несколько поворотов. Это постановочка хорошая. Ты понял, что работает. Это безотказный вариант. Да. На любых водоемах. И чего они его снимают с производства? Не знаю. Вытяни его. Отлично. Этот вечер присоедает китомным. Отлично. Ты не скажешь, что до кидаешь? Да. В воду. В воду. Просто вообще как повис, да, как рябка. Субтитры создавал DimaTorzok